Японский садик наряду с другими географическими отделами дендрария – это Кавказ, Америка, Австралия, Новая Зеландия – появился еще в советское время. Но тогда здесь не было элементов, которые бы в полной мере передавали атмосферу страны восходящего солнца. Сегодня, после проведенной реконструкции, все по-другому. Теперь садик украшают заборчики из забожженного бамбука и лавочки из этого же прочного растения, на которых можно отдохнуть в тени деревьев. Все ручной работы. Лилия с подругой приехали в Сочи из Нижнего Новгорода и первый же день отдыха решили посвятить прогулкам по знаменитому парку. Очень красиво, вообще замечательно. Мы прям под таким хорошим впечатлением с подругой. Приехали сразу же первый день на отдыхе и сразу же сюда. Лавочка очень удобная, вообще красиво, интересно все. Нам очень понравилось. Еще один необычный элемент ландшафтного дизайна – это шиши-адоши, небольшой фонтанчик-качели. В прежние времена, в древние, выполняла свои функции по отпугиванию птиц от садов и полей или диких животных, таких как олени. И также в японской мифологии еще играла роль отпугивание слых духов. Сегодня это украшение японского садика, также как беседка, прудик, различные экзотические растения, японский кедр, ирис, можжевельник. Кстати, туристы из Китая, которые сегодня гуляли по парку, подчеркнули, что дизайнерам узнаваемый азиатский стиль удалось выдержать на 100%. Один из планов дендрария по дальнейшему развитию садика – здесь должна играть классическая японская музыка. После сотрудники парка перейдут в австралийский отдел, где помимо архитектурных форм планируют обустроить оригинальную фотозону.